привет дорогие друзья сегодня 4 октября 2018 год с вами Денис я нахожусь на полуострове копли город таллин сегодня вот такая облачная погода достаточно усиливается ветер а я тем временем зашел вот сюда на берегу моря здесь обнаружено стихийная свалка какая-то тут непонятное какое-то тут жилье какого-то асоциала в общем через несколько лет друзья этого всего здесь быть не должно потому что в планах правительства в планах правительства вот это все убрать все вот это вот зачистить и вместо вот этих вот бурых водорослей которые выбросили недавно волны штормовую погоду вместо вот этого дикого берега моря в планах таллиннского правительства облагородить на набережную и построить даже здесь со временем красивый набережный променад вот друзья иду я здесь по берегу моря и хочу вам сообщить кое-какую информацию об этой территории а также о владимире владимировича путины президенте россии ну давайте начнем с владимира путина что же хочется сказать про него а появилась такая информация что рейтинг путина снизился снизился он существенно на целых 17 процентов по сравнению с прошлым годом из-за чего это произошло не секрет что это произошло в первую очередь из-за пенсионной реформы которую начала внедрять правительство владимира путина примерно с июня месяца то есть в июне месяце правительство значит хотела ввести такую схему по пенсионной реформе чтобы мужчины выходили на пенсию в 65 лет а женщины в 63 с тех пор много воды утекло но это пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию среди населения россии много противников у нее возникло друзья начали происходить стихийные митинги протеста и в итоге в итоге владимир владимирович путин решил не подливать масло в огонь решил все таки несколько смягчить риторику и вот он все таки внес поправки и теперь на пенсию будут выходить друзья мужчину он так и оставил 65 лет а женщинам женщины будут выходить на пенсию в россии в 60 лет то есть по первоначальным данным как я сказал хотели сделать чтобы женщины выходили в 63 но путин все-таки переиграл и без того рейтинг его как мы видим снизился и дабы не нервировать население пришлось пришлось путину что-то придумывать и немножечко смягчать смягчать риторику по отношению к пенсионерам такие новости друзья вот идет строительство значит жилых домов работает экскаватор работают краны а вот это вот деревянные бараки такие вот деревянные домики которые раньше были заселены трудовым людям а теперь они пустуют их в общем-то должны в ближайшие годы снести и уничтожить на место на месте этих деревянных бараков должно появиться благоустроенное жилье которое и не просто жилье друзья а скажем так торговый центр должен появиться здесь здесь должен быть как я уже сказал красивая набережная появится на берегу моря детские игровые площадки в общем сделать хотят так чтобы вот этих неприглядных домов деревянных больше не существовало чтобы грязи здесь не было а чтобы все было красиво и прекрасно так вот про владимира владимировича путина все ясно ну давайте тогда поговорим об эстонии что же хорошего делается помимо строительства домов в таллине в эстонии а в эстонии делается хорошего следующее в городе тапа маленький городок значит начали производить в местном депо государственная компания оперейл начала производить локомотивы первый локомотив уже изготовили в прошлом году первый эстонский локомотив который совместно произведен с чешской компанией и вот он этот локомотив прошел успешное испытание и на данный момент он способен развивать скорость до 100 километров в час масса локомотива 138 тонн работает он на дизельном двигателе в общем в планах правительства и в планах госкомпании государственной компании оперейл который я уже рассказывал раньше которая занимается помимо прочего еще сдачей аренды в россии вагонов покупает вагоны в россии сдает их в аренду то есть такая перспективная компания по заверениям министра транспорта эстонии женщины кадре симпсон а также член направления этой государственной компании производства локомотивов эстонии имеет достаточно хорошую перспективу друзья на данный момент изготовлен первый локомотив в планах изготовить изготавливать сейчас на данный момент еще два локомотива в процессе переговоров идут переговоров идут переговоры чтобы в дальнейшем изготовить еще четыре локомотива такие новости друзья вам из северного талина а я между прочим подошел к месту где по полной программе работает строительная техника вот эти домики деревянные в скором времени должны быть уничтожены а на их месте вырастут вот такие прекрасные новые из модного цвета цвета ржавчины дома такие новости с вами был денис всем добра до новых встреч